Здравствуйте любители хороших усилителей. Классическая компоновка стереоусилителя в одном блоке не является ни единственно возможной, ни даже предпочтительной. Для хорошего звучания со стереоэффектом желательно достигнуть не только идентичности обеих каналов, но и отсутствие влияния каналов друг на друга. В идеале канала превращается вообще в два отдельных идентичных блока, каждый со своим питанием и со своим регулятором громкости. Многие фирмы и самодельщики так и делают. Принято такие блоки называть моноблоками. Имея моноблоки, можно развивать техническое творчество и более революционно. Например, поместить моноблоки прямо в акустические системы. Это уберет проблему мощных акустических проводов и сделает возможным вместо дорогих акустических фильтров применить в каждой колонке по раздельному усилителю для каждого динамика с простыми и более качественными электрическими фильтрами. Лучше решается тогда и проблема демпфирования динамиков усилителями. Однако все это творчество натыкается на возникающую проблему регулировки усиления в моноблоках. Даже если моноблоки расположены рядом, приходится крутить две ручки вместо одной, да еще и следить при этом за балансом системы. При расположении блоков в колонках проблема уже не может решаться двумя ручками. Слишком неудобно. А как же быть? Ведь желательно иметь все-таки одну ручку. Да и неплохо бы вообще иметь ПДУ с двумя кнопками, как мы все, наверное, уже привыкли. Удивительно. Однако удовлетворительных решений этой проблемы я так и не нашел в интернете. Поэтому предлагаю вам свое решение. Оно оказалось вполне доступным для всех и не требует ни особых знаний, ни дефицитных деталей. Вот оно перед вами и вполне работает. Берем один потенциометр. Между двумя потенциометрами три провода. Начинаю крутить и, как видите, полная отработка достигается. Если, скажем, второй потенциометр даже и не успевает, то это решается легко проблемой большей скорости двигателя. У меня довольно маленькие напряжения применены. Поставить больше он будет отрабатывать почти мгновенно. Ну и так, в общем-то говоря, неплохо работает. Как видите, все удачно. Крутим ручку одного потенциометра, второй сам в точности на тот же угол устанавливается моторчиком. Для этого между блоками надо провести всего три провода любого типа. Учитывая, что для варианта ПДУ моторчики на потенциометрах в любом случае имеются, добавка в схеме и вовсе получается ничтожной. А схема перед вами и на ней все ясно. Вместо одинарных потенциометров в каждом блоке устанавливаются сдвоенные. В общем-то, сдвоенные, как правило, и продаются для стерео. По одному используется для регулировки усиления, а с движков других напряжение подается на операционный усилитель, который в одной из колонок или в одном из моноблоков. Если напряжение разное, начинает вращаться мотор, который движет ось потенциометра до тех пор, пока напряжение не сравняется. Можно применять даже разные по номиналу потенциометра. У меня, например, стоит 10 кОм и 100 кОм. Главное, чтобы они были с одинаковой функциональной зависимостью. Спасибо за внимание. До следующих встреч на YouTube.